Вы даете добровольное согласие на запись этого интервью? Да. Вы готовы поговорить добровольно, с нами рассказать свою историю? Понял. Хорошо. Тогда представьтесь, как зовут вас? Зовут меня Дмитрий, Королёв Дмитрий Сергеевич. Дата рождения ваша? 18.07.1983 год. И откуда вы? Горой Кемень. Часть, звание, должность, где служили? Так, воинская часть 71436, находится на Курильских островах. Курильских островах? Курильские острова. Звание, рядовой, должность райе, телефонист. Вы для родового довольно возрастной, нет? Нет. Давно служите? Ну, второй контракт у меня получается. Второй контракт, а контракт подписывался на сколько? На три года. На три года. Первый контракт в 2019 году. Ну, подписал сейчас. Первый контракт подписали в 2019 году. И что вас потянуло в Украину? Отправили нас в командировку. В командировку? В командировку? Да. Такое бывает? Поехать в чужую страну в командировку? Ну, у меня в первый раз как бы получилось, что... Ну, в общем, ладно. Отправили вас в командировку какого числа это было? 9 числа мы прибыли. 9 июня, июня прибыли в командировку в Украину. Так. В командировку вы прибыли через какую область? Или город? Или куда вы прибыли? Да, мы... С Кувийских островов мы прибыли, получается, в город Омск. Омск, угу. И на следующий день уже мы... Сколько километров расстояние? Тысяч 7? Ну, да, где-то 7-8 тысяч приблизительно. Большое расстояние. Так, в Омск прибыли и там? Прибыли там и день пробыли, и уже улетели сюда, в Украину. А куда улетели? В Белгород. В город Белгород? Это пока еще не в Украина. Ну, город Белгород. Там уже пересекали... Ну, оттуда пересекали границу. Так. И оттуда пересекали границу. И куда вы в результате приехали? Приехали мы в город Изюм. Город Изюм. Да. Там мы, то есть, получили боеприпасы и уже отправили на Сависополосу. Возле Изюма? Ну, я не знаю, где-то там, в сторону Краснополя. Знаешь, деревня Краснополя, Силовик, как это называется. Угу. Угу. Донецкая область. Тут скоро у нас отправили. Там мы уже стояли. Понял. В Изюме сейчас инфумируют тела. Точнее, уже закончили эсгумацию. После того, как освободили этот город от вас. Ну, или от таких, как вы. Там нашли 194 мужчины, 215 женщин, 22 военных, 5 детей. 11 человек. Там просто остатки, пол, даже пол определить невозможно. У многих погибших отсутствуют конечности, связанные руки, осколочные ранения, травмы головы и грудной клетки, ранения или отсутствие гениталий, переломы ребер, пол, отрезанные раны, сквозные и шаровые ранения, веревки на шее. Что-нибудь можете об этом рассказать, поскольку вы там были просто? Даже вообще не знаю. Я видел, что показывали по телевизору. Да. Ну, вот заходит украинская армия, вот выходит российская. И вот закопаны прямо вот в лесопосадке тела людей. Вот их доставали. Ну, вот закончили эсгумацию. Вот я вам назвал цифры. Ну, я понимаю, видел по новостям. Так. Ну, мы конкретно пробыли там всего два часа. Два часа? Да. То есть мы прибыли просто, ну, получили боеприпасы, помылись и тут же мы убыли в лесополосу. Так, и что в этой... Так это же в лесополосе как раз, вот. Вы же по новостям не видели, это же в лесополосе как раз. Мы все равно на поле отправились. Угу. В Донецкой области. Что вы там делали? Мы стояли, как бы, отрыли позиции и там стояли. До какого числа? Получается так. Девятого, десятого, одиннадцатого где-то. Тринадцатого мы зашли, или четырнадцатого числа мы зашли в Краснополе, в самом деревне. Угу. Так. У нас погиб командир, мы остались одни, то есть, ну, никто с нами не командовал. Мы дали подкрепление и семнадцатого утром зашли в ВСУшники, ну, взяли нас кольцо. Да. Взяли в плен, то есть, наш был бой, у нас закончили боеприпасы. Сколько вас там было? У нас было, так, четырнадцать или пятнадцать человек, где-то так примерно. Угу. А техника? Техники не было у нас. Только автоматы? Да. Без техники были. Минометы? Нет, ничего такого. Ну, артиллеристов у нас вообще не было. Вы, вас пятнадцать человек оставили в лесополосе и ушли от вас, что ли, или как-то понять? То есть, мы, у нас было в село, где-то в отделение 2 мы заходили, когда в деревню, ну, в село Ватрада. Там, вот, 16 июня, получается, убило командира, там плюс, ну, все у нас осталось. Как убило, как убило командира? Ну, у нас, мы были в доме, то есть, у нас позиция была в доме, находились, нас начали нападать, вот, его убили. В шестнадцатом. На следующий день, когда нас брали, убили еще двоих или трех, получается. У нас осталось всего, ну, где-то около пятнадцать человек, приблизительно. А что-нибудь об этих боях еще расскажете подробнее? Подробнее, не знаю, что там еще рассказать. Ну, как это все происходило? Где стояли, откуда прилетало или... Стояли мы... Ну, знаете, кино смотрели? Мы заняли, то есть, улицу. Так. Первая улица, которую мы как зашли, и самая первая улица. Стояли в домах по два, по три человека. В частных? Да, частных, да. Деревня была, как бы, ну, вот, куда мы зашли, улица, то есть, там жителей никого не было вообще. Дома были разбитые, то есть... Ну, после того, как вы идете, все бегут оттуда, конечно. Вы уже освободили. И у нас мы стояли, как бы, в своем доме, ну, на позициях. 16-го числа, где-то примерно, ну, часа в 4 утра на нас напали. Вот мы начали сбиваться, потеряли командира и отошли в другие дома, то есть, туда поближе к своим. Так. Продержались буквально день мы, ночью опять у нас нападение было. А чем они вас атаковали? Это были стрелковые бои? Напали как? Ну, конкретно, когда нас взяли, да, стрелковая атака. Да. Вообще, в основном была артиллерия. И с нашей... Это понятно. Сейчас такая война. Я даже не понимаю, откуда что прилетала. Суть, что прилетала вообще. Это понятно, да. Это понятно. Но стрелковый бой интересует, вот. А сколько, сколько вы, солдат вы из УПа застрелили? Не знаю. Ну, а ваше подразделение сколько? Или вы этого не знаете, потому что вы отступили и не знаете, что там дальше осталось? Или как там осталось? Ну, я даже не надо, застрелили мы вообще кого-то нет. То есть, перестреливались, да, это было. Да. Прямого, прямого контакта, как бы у нас, соответственно, не было такого не было. А командира с чего застрелили? Командиры или гранаты, или пуля, или прилетела. Вы забрали тело командира? Нет, не забрали, нам не дали забрать. Кто не дал? Ну, вот нас же уже взяли в плен, как бы. А, вас прям при этом взяли в плен? Ну, вот, его застрелили, его днем. Так. На следующий день, на сутро мы уже взяли, мы хотели забрать его. А вы остались там, в этой точке, где застрелили командирование куда дальше? Ну, мы отошли в соседний дом, его просто, мы знали, где он лежит у нас, как бы, в подвале лежал. Понял. Забрать мы не забрали. Кто еще погиб? Или больше никто? Командир. И двое у нас еще человек было с нами тоже. Ну, они в соседних домах были, там, механик-водитель был. И гранатометчик вроде. Понял. Так, 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 что вы ели? Когда там стояли? Тогда там стояли, вот. В принципе, особо не было. Ну, там, компоты, ведь находили, то что, пили. А так, ебил нас вообще не было особо. Вы питались тем, что вы находили в домах? Да. Ага. Вы еще и мародеры? Почему мародер? А, это же не мародерство, считается, да? Если это для себя берешь покушать. Ну, как бы, мы особо еще такое не ели вообще попить. Только дни с вами взяли, вот. Мы взяли чисто компот, там был не компот. Ну, я понял. Ну, это разве такое? Это же для вас сделали компот, наверное. Как раз думали, сейчас придут. Для нас. Я тоже не говорю. Я вообще, в принципе, наверное, что вы можете передать? Это война нужна, не нужна, там, другим россиянам, которые сюда идут? Война, ну, не лично, а не на все войны. И вам лично, а им? Да, я думаю. Ну, вот сейчас мобилизацию в России объявили. Да, я слышал. Знаете, да? Да. Берут всех, грибут всех. Ну, и бегут по войну. Бегут. Россияне это вообще единственный народ в истории, который бежит из своей страны не тогда, когда на страну напали, а тогда, когда их страна напала. Представляешь? Да. Феноменально, да? Ваша страна напала на Украину, а ваш народ бежит из вашей страны в Европу, в Грузию, в Узбекистан, в Таджикистан, я не знаю, в Казахстан, куда-то по-моему. Туда и бегут. Там где границы есть. 280 тысяч человек выехало за три дня, по-моему. Поразительно, да? Ну, я уже слышал, что границы были вообще влевые. Ну, нет, не закроют. Я надеюсь, не закроют. Ну, все равно кто-то и бежать будет. По этому поводу есть споры, конечно. Многие украинцы кричат, закройте границы. А я что-то не пойму, зачем они просят закрыть границы. Вам что, хочется, чтобы этих людей отправили в Украину воевать, а их отправят? Ведь 300 тысяч это... 300 тысяч это условное отсыщение. Люди все равно, ты же не по желанию, все равно отправят. Ну, вам нравится жить в такой стране, где не по желанию берут, отправляют людей подыхать? Не, мне не нравится просто не по желанию. Люди по желанию, в любой разговор есть, нет желания. Ну, я вижу, что желания нет там особо никого. Никто не хочет помирать. Да, помирать плохо. Жить хорошо, умирать плохо. Тем более умирать... Ну, я же вас спрашивал по ходу разговора, за что они погибли? Вы же говорите, я не знаю. Ну, объясните россиянам, которые сюда едут, может быть, за что гибнуть? Я буду молчать, серьезно, я ничего не скажу. За что им ехать сюда гибнуть? Ну, кто-то за деньгами едет, кто-то вообще, я не знаю, кто за чем едет. За деньгами убедительно, хорошо. Кто едет за деньгами, вопросов нет. Едет. Да, едете дальше. Что еще? Ну, кто-то уже служит, если конкретно. Те, которые служат уже все, регулярной армии уже все. Ну, а добровольцы, я не знаю, что. Это не добровольцы, это мобилизированные. Они не являются регулярно, они в запас. Как, военнослужащие запаса, да? Резервист. Резервист. Путин ваш говорит, мы еще, говорит, всерьез ничего не начинали. А когда всерьез, будет просто интересно. Ну, всерьез это что? Не знаю, я не участвовал. Я не могу сказать, что там будет дальше. Вы не участвовали еще, да? Нет. А те, которые погибли с вами шли, они уже участвовали или еще? Ну, короче. Я понял. Я понял. Отрицательное участие. Короче, вы просто скажите россиянам. Им ехать сюда или нет? Так, чтобы понятно было. Они сложных вещей не понимают. Вот так, чтобы просто. Просто ваша мысль и все. Я больше вам вопросов не задаю. Ну, я думаю, что нечего и сделать. А, нечего. Все, Дмитрий. Дмитрий. Представьтесь, как вас зовут, фамилия и отчество? Гу Косян Радик Алексеевич. Гу Косян. Гу Косян. Откуда вы? Город Болниси, Грузия, родился. А так, коротко, страна. Российская федерация. Дата рождения? 14.04.195 год. Вы готовы с нами пообщаться, добровольных? В принципе, да. В принципе, да? Да. Тогда я зачитаю небольшую справку, которую я нашел в средствах массовой информации, просто в открытом доступе. И вы мне сразу скажете, что здесь правда и что совсем не соответствует действительности. Гу Косян Радик Алексеевич. 14.04.195 года рождения. Армянин. Да? Да. Гражданин РФ. Да. Военнослужащий РФ, ефрейтор, водитель-механик БМД-2. Да. Верно? Да. Второй взвод, 7-я рота, 3-й батальон. Да. 331-я парашютно-десантный полк. Да. 98-й воздушно-десантной дивизии, воздушно-десантных войск. РФ, военная часть, скажите номер? 7211. Верно. Место дислокации? Костромская область, Кострома. Принимал участие в боевых действиях в Сирии в 2019 году? Да. Можете говорить Евромича, пожалуйста? То есть, если вы с нами готовы поговорить, то говорите, пожалуйста, нормально, внятно. Мы знаем и наслышаны о том, что вы, в принципе, уже дали все показания, и они довольно-таки шокирующие. У вас есть возможность высказаться, покаяться или не покаяться. Вы все равно можете быть обмененными, что характерно, говорю вам наперед. То есть, это никак не меняет вашу судьбу. Брал участие во вторжении на территорию Киевскую, Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей? Да. Как так получилось, что вы одновременно могли брать участие во вторжении в России? Не одновременно. Не одновременно. Тогда расскажите, пожалуйста, начиная с Сирии. Ну, в Сирии не было никаких боевых действий. У нас просто стояли на блокпостах, ну не блокпостах, а на боевых базах, и все. На три месяца просто унесли службу на базе, на постах. Понял. Дальше. Что было 24 февраля или, может быть, раньше 2022 года? Ничего, до 25 числа мы пересекли границу. Что вам сказали при пересечении границы? Ничего не говорили. Ну, вы пересекаете границу чужого государства, вам ничего не говорят? Ничего такого судьбы не сказали. Типа два-три дня, все будет хорошо. А, понял. Дальше. Вот. Пересекли границу и, в принципе, приехали. Дальше уже ждали задачи. Угу. Какого? Ну, всякие там задачи были, например, взять какие-то города. Какие? Мощун, например. Вот это единственное, где я полк участвовал. Это первый был Мощун? Да. Ну, где вот непосредственно полк участвовал, был Мощун. А до этого, что полк должен был? А до этого просто в лесопосадках были. В лесопосадках? На Мощун вы когда пошли? Ну, если я вам не скажу, через полную дату и... Месяц, помните? Месяц, март был. Середина? Начало? Примерно, да, где-то так. Примерно середина марта вы пошли на Мощун. Да. В колонии у вас сколько было Мощун? Каких? Сколько было живой силы? Ну, я как солдат обычно не могу узнать полностью все эти цифры, как бы. Сколько было техники тоже примерно. Ну, примерно, ну, где-то больше тысячи точно были эти солдаты. Больше тысячи солдат? А техники? Ну, техники... Я же не считал же я техник. Ну, на глаз примерно там, не знаю, 500 машин, 50 машин. Да нет. Ну, где-то около ста, наверное. Какие это были машины? БМД-2. БМД-2? БМТ-2. Угу. Так, дальше. Вот вы двигаетесь на Мощун. Вы получаете... Ну, я... Нет. Вообще сопротивление... Ну, был, мы там... Да, были сопротивления все-таки, в городе было. Но я там на Мощуне не был. Я на этот... В этот момент, ну, как бы, всех подробностей того обстоятельства я не знаю. Я был, как бы, на ремонте своей машины на станции обслуживания. То есть вы не поехали в этой колонне? Нет, я не был на Мощуне. А где вы остались? На ремонте, ремонтировал машину свою. А, где это место? Ну, примерно, ну, я не знаю, как объяснить вам, где это место. Ну, это населенный пункт, как бы? Ну, за населенным пунктом. Сдвиживка. Сдвиживка? Да. Угу. Вы остались там. Так. Дальше что было? Дальше все. Там, ну, после... Потом они... Они даже сутки там не пробыли, откатились назад. Так. Ну, и после этого у нас никаких наступательных действий больше, в принципе, не было. И мы просто выполняли, ну... Не по... Другие задачи, охрана там, чего-то там. Просто лесопосадка к Сибири и все. Да. В принципе, все. И нас потом в конце марта уже нас вывели. Уже в Белоруссию. Да. Это была Харьковская область? Нет, это Киевская. Это была Киевская область. А что по Харьковской? По Харьковской тоже там недолго все было. Мы там... Харьков приехали. Харьковская область. Так, а вы расскажите это. Вот вас вывели из Киевской области, из Мущина. Да? Выехали вы оттуда. Вернулись на территорию Белоруссию, да? Да. Потом, впоследствии, уже нас перекинули в Россию. На территории Белоруссии вы как себя чувствовали? Как дома? Ну то, что как дома. То, что ну все уже типа я думал, что все закончилось и все возвращаемся домой. Угу. Вы думали возвращаемся. Но вас вернули обратно из Белоруссии. В какое время, какой был месяц? В конце марта. В конце марта? Да. Вы заезжаете из Белоруссии уже в Харьковскую область? Нет, ну как в Белоруссии и Харьков других совсем... Куда заезжаете? Ну мы нас перекинули в Россию, в Белгород. В Белгород вы переехали? Да. Дальше мы просто обратно пересекли границу. Число я не помню. Примерно. 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 Может середина, может... Может быть да, вот так. Середина. Апреля? Да. Середина апреля. Так, дальше. Дальше... Пересекли... Доехали до Изюма. Угу. Да, даже дальше Изюма. Угу. И там все. Там обосновались в лесопосадках. Тоже ни сопротивления, ни боевых столкновений, ничего? Ну, боевых столкновений не было, там уже все было занято. Угу. Угу. Дальше что было? Дальше мы на Луганское направление поехали. На Луганское направление поехали, так. Что на Луганское направление делали? Да. На Луганское направление то же самое, как бы, сопровождали колонну, можно сказать, такие... Там военная полиция связалась. Сопроводили колонну, да? Да. Да, не то чтобы сопровождали, а, как сказать, указывали им путь, как сказать. Указывали путь. Угу. Дальше что было? Дальше мы просто, ну, в Луганской области стояли, в Саханове, в Ирмино. Стояли в Саханове? Угу. Как сказать, восстанавливались, вот так сказать. Вот. И... После этого нам пришла задача, чтобы было, перейти, 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 перекинуть наши силы, как бы, в Херсонскую область. В Херсонскую область? В Херсонскую область, да. Угу. И где мы стояли, вот это все это время, где мне все-таки и в плен попал в Херсонскую область. В Херсонскую область? Да. Поселок деревни Ольгина. Ольгина. Ольгина? Угу. Когда попали в плен? 29 августа. Угу. Как это происходило? Угу. Началось наступление армии украинской. Так. Вот. Вот. Мы стояли, наверное, на датеньем посту в треём. Угу. Вот. Я был, короче, на ночном дежурстве с 4 до 6, стоял под утро. Я ушел отдыхать после 4 до 6, под утро, а двое остались дежурить. Меня они разбудили, типа, вот, три танка прорываются через наши позиции. Я убегаю, смотрю, три танка пошли уже через наши позиции, как бы, и уже наступает украинская армия. У нас выбора не было, как бы, другого, у нас ничего такого, ну, сопроводеляться нам было, в принципе, нечем, кроме автоматов, вот. А БМД-2 ваших делились? БМД-2 стояли в деревне. То есть вы сидели в окопах где-то или как-то там? Да, это наблюдательный пост, как бы. Наблюдательный пост, а БМД-2 в деревне? Да. В случае атаки вам защищаться нечем, делать нечего, вы что делаете? Ну, это, так скажем, это не позиция боевая, как бы, это, ну, наблюдательный пост всего лишь. Ну, я не военный стратегий-тактик, я немного не понимаю этих вещей, может быть, чего-то, ну, в общем, эта ситуация мне представляется некоторым образом смешной. Когда людей оставляют что-то наблюдать, и в случае атаки противника вашего, вы защититься никак не можете. Как это объяснить с тактической точки зрения? На что расчет? Расчет то, что мы доложим, доложить своевременно, чтобы, ну, как бы, прорываться противника. Так, вы доложить можете своевременно, но вас же могут убить? Или вы только ровно с той целью, чтобы доложить? Да нет, не только с той целью. Мы доложили и начали, как бы, отходить. Вот, и когда отступали, как раз, вот, и, как бы, нам немножко досталось, мне, как бы, повезло, что я жив остался. Да. А остальные меня остались? Да. Ну, в ходе перестрелки один просто через поле побежал, его сразу. Вот, второй, когда мы отступали, они убили сразу, да? Да. Угу. С вторым, ну, с двоем мы побежали по лесопосадке вниз, отступали, вот. Угу. И, как бы, потом, впоследствии, ну, опять отстреливались, конечно. Ага, отстреливались. Он потом, я немножко вперед убежал, он немножко отстал, и, получается, его тоже там, это, убили, получается. Вот, и впоследствии я потом попал в окружение, вот, и попал в плен, можно сказать. Да. А сколько вас там было? Троем. Трое. Трое. И все трое, кроме вас, двое погибли? Да. Каких звали? Вот, я, если честно, не помню. Мы с ними, так бы, это, не общались. То есть вы стояли на наблюдательном посту, но не общались с людьми? Да, и потому что один только вот недавно пришел, его точно не знал. Угу. Понял. Да. Все, вы попали в плен, да? Дальше, что было там, продвижение, не знаете какое? Какие события дальше были? Не понял вопросов. В плену у меня? Вот находились, вот вы, вы же передали, наверное, что движется украинская армия. Ну, был доклад, да, но, не знаю, его приняли или нет. А, они могли еще и не принять. То есть ответа на это я не услышал. Ответа не было? Нет. Что по поводу тел, которые нашли, что по поводу того, что вы показывали места захоронения этих тел? В смысле по поводу? Сейчас вам скажу. Вы показывали места захоронения какие-либо? Вас возили на следственные действия какие-либо? Да, было. Ну, что, что там происходило? Да ничего, в принципе, не происходило такого, что, ну, никаких насильственных действий против гражданских, если вы это имеете в виду. А против кого насильственных действий? Да не против кого не было насильственных действий. А кого хоронили там? Ну, это была, как скажем, информация такая, что это был разведчик или откорректировщик. Да. Была информация, что это разведчик или откорректировщик? Кто? Солдат военного в СЛУ, скорее всего. Ну, кто еще? Которого вы закопали там? Да. Вы лично? Нет. Кто? Двое солдат. Двое солдат других? Да. Как это происходило, расскажите, тот день? Что именно? Ну, как это происходило? Как вы видели этого человека, которого убили? Как его убили? С ним разговаривали до этого? Не разговаривали? Нет, я с ним не разговаривал об этом. Так. Но вы показали место его захоронения? Да. Правильно. Вы видели, как его расстреляли? Ну, как он погиб, я не видел. Как его вели? Как он попал в плен к вам? Нет. Нет. Вообще ничего не имеет. Кто это был? Что вы об этом можете сказать? Не знаю, кто это был. Ну, по гору я же говорю, по информации это был либо разведчик, либо корректировщик. По информации это был либо разведчик, либо корректировщик. Да. Но при этом вы говорите, что мирных никто не убивал. А почему вы тогда считаете, что это не мог быть мирный человек? Ну, я отталкиваюсь от того, как мне сказали, что это был... Но ведь мирные тоже бывают корректировщиками? Ну, на это я не знаю. Ну, мирный, мирный, обыкновенный человек сказал, что здесь пришли расисты, нацисты, фашисты, захватчики, оккупанты. Они находятся там. И таким образом скорректировал. После этого расисты, нацисты, фашисты, захватчики, оккупанты пошли расстреляли этого мирного человека и закопали его. Где это, кстати, произошло? Нет, я такого не слышал, но не знаю такого. Это тоже в сдвиживке было. Тоже в сдвиживке? Это под Киевом тоже было? А вы знаете, сколько тел сейчас эксгумировали уже в Харьковской области? Нет. До этого в Буче? Нет. До этого в Киевской области? Нет, нет. Не знаете, да? Я вам сейчас скажу, может быть вам интересно. Эксгумация тел в Изюме завершена. Гражданских женщин, женщин даже больше, чем мужчин. Там же и дети. 194 мужчины, при этом 215 женщин, при этом 22 всего лишь из них военные. Не из них, а отдельно. 22 военные, 5 детей, 11 человек. Остатки лиц, пол не определен, определить вообще невозможно ничего. Потому что у многих погибших отсутствуют конечности, связанные руки, осколочные ранения, травмы головы и грудной клетки, раненые или отсутствующие гениталии, переломы ребер, колото-резанные ранения, сквозные шаровые ранения, веревки на шее. Это вот как раз в Изюме сейчас проводится эксгумация тел, освобожденное от вас территории. И там находят такое. Что вы об этом можете сказать? Об этом ничего не могу сказать. У меня там не было, я не знаю, что там происходило. То есть вы лично в геноциде в этом не брали участие? Нет. Я больше скажу, у меня даже полк в этом не участвовал, скорее всего. Ну как же ваш полк в этом не участвовал, если вы говорите, пошли расстреляли человека? Ну, это был единичный случай. А, единичный случай это тот, который удалось на данный момент доказать, что вы к нему причастны непосредственно. Вот это единичный случай. Поэтому он у вас единичный. А доказали бы еще 100, вы бы сказали, ну это же всего 100 случаев. Нет. Я точно знаю с собой, что я ничего такого не делал. Почему вы решили в этом сознаться? Не знаю, совесть наверное забыли. А, совесть все-таки? Что еще говорит вам ваша совесть? Вас сейчас будут смотреть украинцы, россияне? Что вы могли им передать? Что не стоит воевать. Война это не хорошо. Не хорошо, плохо война. Что еще? Ничего, понял. Пусть поберегут себя. То есть совесть ваша не говорит вам перед украинцами как-то извиниться за свои действия и так далее. Не-не, я не прошу вас извиняться, вы не подумайте. Уже не надо. Вы просто заговорили про совесть, я чисто так решил спросить. К совести. У меня вопросов по сути нет. То есть, тут единственно в этом видео факт, что человек показал место, где захоронили человека, которого до этого ваши коллеги расстреляли. По вашей информации это был корректировщик или наводчик, но точно вы не знаете кто это был. Да. Правильно? И это был единичный случай, больше таких случаев не было. Ваш полк вообще таким не занимался, да? Да. Ну это же единичный случай. Я не знал, чтобы он больше таким вообще. Понял. Так это единичный случай или ваш полк этим не занимался? Как объяснить? Полк не занимался этим. Полк не занимался, но единичный случай был. Ну один раз, да, такое было. А, понял. Если полк не занимался, то полк не занимался. А если единичный случай был, значит полк занимался. Возможно один раз занимался, да? Или как? Ну в смысле один раз занимался, я вас не понимаю, просто к чему вы клоните. Я ни к чему вообще не клоню. Я клоню к тому, что ваш полк расстрелял человека и закопал его, а вы говорите, что ваш полк этим не занимался. Я же говорю, это все было один раз. Это на моей памяти. Никаких таких вещей больше полк не делал. Ничего. Я не хочу ничего доказывать. Серьезно. Факт есть факт и как бы все понятно. У меня с этим задушаемым беседами совсем нет. Нет, тут же интересно. Пару моментов. Да, давай. Меня Дмитрий звать. Расскажите, как вы жили до войны и что вас сподвигло повоевать? Повоевать ничего не сподвигало. До войны я служил по контракту. По контракту. Да когда у вас был контракт? До 23-го года. До 23-го года. А как вы жили вне службы? Ваша семья у вас есть? Да, у меня есть семья. А кто, если не секрет? Жена. Дети есть? Да, есть. Вы почему-то отказались связываться со своими родственниками. В чем, собственно говоря, причина? Ну, они уже знают. А когда вы с ними разговаривали последний раз? Да буквально два-три дня назад. А, два дня назад. Понятно. Что вы жене сказали? Что со мной все хорошо. Что жил-здоров. Жил-здоров. А когда вернетесь домой? Ну, я ей не сказал. Ну, сейчас я сам не знаю. Она догадывается? О чем? Ну, о том, что когда вы, возможно, вернетесь? Или когда это было? Ну, не могу сказать. Не может. Да я же не знаю что-нибудь. Вы жили в Армении, а родились… Нет. Наоборот, да? Родился в Грузии. Родились в Грузии, а потом переехали в Армению? В Россию. В Россию. А когда это было? В 2009 году. А с чем связан переезд? Ну, отец здесь работал, просто обосновался и перевез нас. А отец военный, не военный? Не военный. Как вы думаете, чем должна закончиться вся эта война? Я думаю, что она закончится все мирно. Ну, мирно она уже не может закончиться, потому что уже убито очень много людей. Десятки тысяч. Не знаю, я так это знаю. Но я думаю, если одумываются наши политики, ну, как бы главы государств, и придут на переговоры, то есть смысл? Есть шанс закончить это все? Есть шанс закончить. Недавно был обмен военнопленных. Мы забрали своих защитников. Среди них были женщины, которые находились в положении. На девятом месяце включительно. Сразу после обмена одна из наших защитниц родила здорового ребенка. Вопрос. Как вы относитесь к тому, чтобы в плену содержать беременных? Расскажите ваши мысли. Я думаю, это неправильно. Надо их сразу как бы отдавать на родную землю. Я считаю, как бы это, ну, как сказать, неправильно это. Ну, то, что неправильно, понимает весь мир. Ну, тем не менее, ваша доблестная армия держит множество наших женщин в положении. Ну, все равно к ним, хоть и в положение, но они к ним относятся очень хорошо. И это соответствует, ну, как бы, медицинское лечение. Вы это знаете? Нет, но я, как бы, уверен, что так и есть. Ну, это как с полком, который не убивал? Ну, все-таки не такие уже звери, как нас там, как бы. Вы не звери содержать беременного человека на 9-ом месяце? То есть пусть сидят в плену беременные. Главное, чтобы к ним хорошо относились? Ну, я не знаю. Так как, давайте поговорим. Вы вывезли из наших территорий очень много детей. Тоже пусть вывозят? Ну, я не слышал. Нет, конечно, нет. У нас страна, точнее как, мы поговорили уже с очень многими. То есть вы, у нас на интервью уже там за четыре сотни. У вас всегда включается тумблер, я не знаю, этого не видел. Но ваша формулировка, если к беременному относятся достойно, то в плену можно содержать? Нет, конечно. Это нарушение всех вообще? Нет, да. Согласен. Конвенции и законов? Согласен. Согласен. Ну, просто мне интересно ваше мнение. Вы вроде бы в начале начали говорить, что да, это неправильно, а потом, но если к ним хорошо относятся, то можно. Ну, нет, я такого не говорил. Я сказал, ну, а если их взяли в плен уже, да, вот они в плену сидят, то я сказал, что к ним относятся должным образом, то есть помогают. То есть вот эти медицинские там анализы, все дела, которые… Помогите ответить на вопрос, зачем это сделано? Что именно сделали? Зачем в плену содержать беременного? Я не знаю. Давайте вместе попробуем, придумаем, угадаем, додумаем наши какие-то версии. Для чего в плену содержать беременного человека? Почему не передать другой стороне? Я не знаю, что… Ну, интересна ваша мысль. Не более, не менее. Вот вы, давайте по-другому, вы командир какой-то там вашей дебильной армии, какой-то там полка. Тут приходит какой-то бравый капитан или солдат и говорит, мы взяли в плен беременного военнослужащего вооруженных сил Украины. Вам надо принять решение. Вы принимаете решение. Держим в плену. Ну, я бы, ну, так вы мне решение не поняли. Ну, вот вы приняли. То есть, или вы не можете ответить на вопрос, это понятно, но неинтересен вектор ваших мыслей. Что может обосновать человека, находящегося в здравом уме, принять такое решение? Я не знаю, что… Я бы сделал по-другому. Я бы сразу дал голос. Я не знаю, как… Я не знаю, что ими движется. Я не могу себе поставить на их место, почему они так решили. Что ими движет? Что вами… Вы, по сути, воевали всю войну с февраля, да? Да. До 29 августа. Ну, практически там полный… Да. 7 месяцев. Да. Что вами лично двигало принимать участие в этом все? Я военнослужащий. И у меня есть как бы… Когда мне дают приказы. Я как бы обязан выполнять приказы. Вы знаете такой термин «преступный приказ»? Да, знаю. Но у нас в России принято, оно как бы… Это миф. Учили меня. Это миф. Выполни, а потом оспорь. Да. Это миф, который вам придумали и рассказали. Вам отдадут приказ расстрелять 10 мирных человек. Ваши действия. Нет. Стоп. Давайте подробно. Вы стоите, стоит наш мирный человек. Вам отдают ваш командироты приказ… Я к чему веду? Да. Потому что если вы дали тебе приказ, то если ты не выполнишь, тебя как бы посадят. Да. Возможно. Ну, это как бы невыполнение приказа и так далее. Но если такой приказ поступил бы, расстрелять 10 человек, как вы думаете, я выберу расстрелять 10 человек или лучше отсидеть? Я думаю, вы выберете расстрелять. Нет. Я выберу отсидеть. Потому что 10 человек это… Вы 7 месяцев поддерживали то, что происходит у нас на территории Украины. Гибнут мирные, вы своими глазами это все видите. Потому что в течение 7 месяцев, как бы вам так сказать, я практически находился в Тулу и как бы не был на передовой. Как вы сейчас рассказываете, что очень много мирных жителей погибало. Я всего этого не видел. Сколько вы видели вообще двухсотых за всю свою вот эту карьеру 7-месячного бойца? Ну, когда проезжал, к примеру, где-нибудь. Например, где? Ну, по дороге едешь вот там где-нибудь, где-то может там лежит вот возле дороги. Кто лежит? Ну, это в основном были военнослужащие СУ. А не в основном? Ну, там пару раз я видел там, не знаю, но я не скажу, что… не знаю, сдалека. Вы оккупант? Что имеете в виду, оккупант? Ну, есть термин оккупант, можете его раскрыть? Ну, оккупант это, который зашел на территорию другой, чужой страны и оккупировал какую-то территорию. Да, я задаю вам вопрос. Вы оккупант? У меня сложно ответить на этот вопрос. Давайте, вы спешите куда-то, давайте подумаем и попробуем вместе ответить. Ну, точнее, я буду молчать. Давайте подумаем, почему вы не оккупант? Я не знаю. Ну, получается, что да, в принципе, да. Потому что мы зашли и за… Вы сказали, когда я проезжал, видел трупы солдат ЗСУ. Да. За что они погибли? За свою землю. Какого хрена вы сюда пришли? Бегали с автоматом 7 месяцев. Опять же… А мы сейчас придем опять. Мы про преступный приказ же не забыли. Мы отошли в сторону, чтобы чуть-чуть добрать информацию себе и потом прийти к ответу. Ну, опять же, не я же дал команду пересечь вашу время. Вы были исполнителем одного из приказов. Таких, как вы, шестереночек, убийц, насильников, мародеров и грабителей, 150 тысяч человек, которые зашли на территорию Украины. Конкретно вы, может быть, и не стреляли. Ну, мы не можем этого… То есть мы можем только верить вашим словам. Но, если вы говорите, вы были в тылу, ну, вы готовили пищу тем, кто убивал. Вы подельник, получается? Ну, наверное. То есть, на вопрос оккупант вы говорите, получается, да. Ну, с этим хоть и… То есть, вот эта вся история, она изначально вся преступная. Ну, я думаю, вы должны это понимать. Вообще, что вы делали на территории Украины? Как вы себе лично в голове объясняете этот вопрос? Для чего вы сюда пришли? Армия. Я имею в виду не вас лично, как человека, а ваша армия? Ну, как говорил наш президент, для защиты от русского населения. Защиты? От русского населения. От чего? Ну, на Донбассе. Были же боевые действия. Где вас взяли в плен? В Херсонской области. С каких, с когда Донбасс попал в Херсонскую область? Ну, в смысле, когда Донбасс попал? Ну, в смысле, я имею в виду, как я… Какого хрена вы делали в Херсонской области, если вы пришли защищать ДНР и ВНР? Ну, этого я тоже не знаю. Нам дали команду, как бы, перевести со Херсонской области, мы переехали. Так, получается, президент обманул вас? Да. Это уже нам неизвестно. Ну, давайте, ну, то есть неизвестно, давайте фактами оперировать. Ваш президент сказал, мы идем защищать русскоязычных в ДНР и ВНР. Сказал? Ну. Что вы делали в Харьковской области, в Херсонской области, в Киевской области, в Черниевской области? Это я говорю, я все вы лишь солдат, я выполнял просто препятствия. Да все вы всего лишь солдаты, все вы всего лишь… У меня же нет… Это называется захватить страну. Ну, у меня нет всей информации того, как не владеют там Всей правдой вы не знаете. Всей правдой вы не знаете. Понятно. Кто должен понести наказание за все, что происходит? Я тоже не знаю. Давайте думаем. Давайте думаем. Кто должен понести за это наказание? Я вот, допустим, уже несу наказание. Сейчас понесу за это наказание. Ну… Вы несете наказание только потому, что вы попали в плен. Если бы вас не взяли в плен, вы бы точно так же браво бегали еще бы не один месяц с автоматом. Ну, как обычно… Вы не сдались в плен, вас взяли в плен. Да. Поэтому это принципиальная разница. Да. И вы не несете наказание, вы пленный. Кто должен за это нанести наказание, так это, мне кажется, уже политики будут решать, кто за это несет наказание. Давайте разбираться. Чем закончилась Вторая мировая война? Ну, Гитлер проиграл. Дальше что было? Ну, насколько мне уже известно, это было репарации. Это уже финальная стадия. Ну, там были суды какие-то. Против Гитлера? Ну, Гитлера как бы не стало, поэтому все равно был судебный процесс. Ну, это уже неизвестно мне, но возможно… Гага это называется, трибунал, там есть такие. Да, трибунал. Слышали такое, да? Как вы думаете, после завершения войны победой Украины, в чем как бы никто не сомневается, кто-то должен с вашей стороны понести наказание? Ну, если кого-то как бы по трибуналу дадут, соответственно, наверное… Давайте подумаем, кого нужно отдать по трибуналу. Вас отдавать бессмысленно, потому что вы солдат какой-то там. Ну, это понятно. Ну, как бы я… Командиром ввода вашего тоже, по-моему, бессмысленно. А что у вас, DVD написано? Да. На татуировках? За DVD, короче. Это… Ну, я не знаю, кого можно. Кто дал, кто нас сюда завел? Кто дал команду? Кто? 23 февраля 2022 года произнес… Вы клоните к тому, что я сказал, что это должен быть Владимир Путин. Да я ни к чему вообще не клоню… По сути… Мне вас склонять к чему-то вообще не имеет никакого смысла. Есть люди и зрители, которые все равно напишут свое мнение. Я являюсь, по сути, посредником. Как? Как был посредником? Посредником. Посредником. Вы же украинский язык знаете. Ну, в принципе, слова не отличаются. Только немножко прозрачу произношу. Так вы же пришли защищать русскоязычных. С вами сегодня на украинском языке кто-то разговаривал? Сегодня нет. Вчера? Ну… Да. Много? Какого языка вы слышите больше? Украинского или русского? Ну, здесь, в данный момент, я больше, наверное, да… Ну, в принципе, одинаковое количество и украинских, и русских. Вы тоже… Как вы себе представляете, если бы здесь было притеснение тех, кто говорит на русском языке, в чем бы оно должно было выражаться? Ну, так не могу ответить на этот вопрос. Вы идете защищать русскоязычных и даже не знаете, под каким гнетом они находятся? Ну… Ну, я… На моем понимании было как… Не словесно как бы их унижают и так далее. А то, что обстреливают их… И вот это в моем понимании… Расстреливают? Обстреливают. 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 То есть, вот эти народные милиции, ополчения, вот это вот… Воевала против ССУ. Вот это вот, в моем понимании было то, что они столкновения у него были. То есть, война вот эта вот… С 14-го года начавшаяся, как бы, вот это когда делилось все… Почему до 14-го года никто никого не обстреливал? Ну, я откуда знаю. Мне тогда надо… Зачем? Ну, откуда знать? Ну, если вы идете защищать русскоязычное население, то вы должны защищать какие-то вот эти… Недоформирования, ЛДНР. Вы же знали, что вы идете на войну и могли погибнуть. Да. Вы должны были для себя хотя бы потратить 5 минут времени и ответить на базовые вопросы. Что это такое, для чего это и как это? Ну, знаете, я уже заключил контракт и у меня как бы выборы… Ну, то есть, нам можно заканчивать беседу, потому что вы свою жизнь приравняли к бумажке, вам думать не надо, вы есть по сути раб, которому сказали, ты контракт подписал, иди воюй. Правильно? Да нет. Просто была надежда на то, что скоро все закончится и все быстро, не затянется настолько дольше. Это вот мое первое боевое действие, в котором я принял участие, серьезное боевое участие. А 7 месяцев этого не хватило, чтобы понять, что оно не заканчивается? Ну, все-таки была надежда маленькая на то, что все вот-вот сейчас, тем более нас когда потом были, были слухи, что скоро все закончится и все будет все нормально. Понятно. Ну, у меня в принципе все, кроме… Я все-таки хочу понять, кто должен понести наказание, когда это все закончится. Чисто для себя. Потому что нам тяжело понять людей, которые в плену содержат беременных, которые морят голодом. здесь будут картинки наших военных, которых мы забрали после обмена. И картинки откормленных. Сколько раз в день питаетесь? Три раза. Кормить не кормили, давали только воду пить. Вот бутилировано... Кормить не кормили, давали только воду пить, бутилированную. Владимир, у меня все. Мы поняли, что бумага, приказ, контракт. Есть что-то еще добавить от себя, возможно? Сказать что-то? Может у вас есть вопрос ко мне или к хвою? Не надо воевать. Не надо? Нет. Субтитры создавал DimaTorzok